Здравствуйте, дорогие друзья! И я приветствую всех любителей турбореактивной тяги. Я просто уверен, что все уже соскучились и стасковались по этому двигателю. И все хотят продолжения. В этом видеоролике я продолжу подготовку его к запуску. Со своими, как обычно, небольшими комментариями процесса. Моя основная цель, ребята, чтобы и вы стали немного разбираться в этом деле. Хочется, чтобы каждый человек нашей необъятной родины начал хоть немного разбираться в устройстве газотурбинных двигателей. Хотя этот двигатель крайне необычный, тем он нам и интересен, ребята. Здесь камера сгорания находится сзади. Здесь очень много всяких примочек, которые я не буду устанавливать обратно. Я думаю, даже у спецов волосы дыбом полезут от этого. Ну ладно, пока что покажу вам, что происходит. Значит заглушаю лишние отверстия. На этом месте должен стоять клапан. Он, как и все в этом двигателе, намертво закисший. Ставить я его обратно не буду. Видите состояние трубопроводов? Эти тоже трубки здесь погнутые. Плюс внутри очень много мусора. Трубки от мусора я пока что очищать не научился. Поэтому в этом двигателе буду использовать минимум деталей. Ну а сам клапан устанавливался вот так. И получается при его открытии по трубкам воздух перепускался вот сюда. То есть получается пару ступеней двигателя просто не использовалось. Это делалось для легкого пуска. Потому что провернуть вот этим вот электромотором, чтобы начать полноценно сжимать компрессор и уже и турбина работала не так-то просто. Но мы попробуем сделать так. Друзья, мы легких путей не ищем. Мы попробуем в наглую его, так сказать, запустить. Будет мало энергии, больше аккумуляторов подцепим. Поэтому эту штуку пока мы откладываем. Возможно она еще пригодится, но не в этот раз. Сейчас двигатель надо бы развернуть и можно попытаться установить газосборник и все остальные детали этого двигателя. Сегодня мы уже наверное в основном все соберем. Основную часть. Хотя посмотрим. Далее уже будем готовить его к запуску. Но прежде чем все устанавливать, поставлю наверное турбину на свое место, чтобы подшипник, который там внутри, не высыпался. Здесь у нас по плану прокладка должна быть. Ну а вот, ребята, турбина. Она вращается. Все с ней в полном порядке. Кроме того, что ржавенькая. Но это нормально для нас. У нас как-то все ржавенькое на канале. Пробуем. Вот и все. Теперь нужно выбрать положение, при котором закрутить. Все зависит от подвода масла. Здесь патрубки были оторваны некоторые. Один я приварил, другой пока что не трогал. Один пришлось восстанавливать, потому что я сломал. Но теперь все вроде бы как в порядке. Можно закручивать. Предварительно прихвачу на пару гаек. Потом уже точно спозиционирую. Ее можно вращать во все стороны. И уже тогда точно пойму, в каком положении прикрутить полностью. А что касается соединения двух основных агрегатов, здесь все просто. Здесь есть патрубки, с которыми очень сложно ошибиться. Они стоят в одно положение. Соединять гораздо труднее, чем разъединять. Но мы попробуем. Смажем маслом, чтобы скользило. Отлично. Здесь, наверное, промажу герметиком, потому что уплотнение, которое должно быть вот здесь, оно порвалось. Используем. Вот так вот. Вот так вот. Вот, все отлично. Придется поднапрячься. Кстати, вот эту резинку тоже надо маслом смазать, иначе не войдет. Все, погнали. Колоть было, конечно, легче, но собирать всегда непросто. Вот они, отверстия. Все, нужно задвигать. Нужно как-то соединить. Нет, да? Ладно. Попробуем подогреть, чтобы расширилось. Такую массу, конечно, я не знаю, как нагреть. Остается только пытаться, стараться. Это все так. Попробуем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Очень тяжелая работа, ребята. Вроде бы пошло. Своим весом давит. Плюс можно сжимать инструментом. И как бы уже скоро буду затягивать, чувствую. Вообще отлично. Отлично все получилось в одно лицо. Двигатель тяжелый. Вот так зашло с этого состояния. Можно закручивать. Конструкция двигателя настолько замороченная, что, например, чтобы вот сюда накрутить гайку, пришлось опять оттопыривать ключом. Иначе она просто сюда не насаживалась. То есть вот так вот мы сейчас на пару оборотов накручиваем. Ну а теперь уже можно все закручивать. Газосборник со свободной турбиной и с рабочей турбиной на своем месте. Теперь турбина соединена с компрессором и они вращаются синхронно. Усилий вроде бы прилагать много не требуется. Теперь встал вопрос, как же мне делать выхлоп? Есть две выхлопных трубы и две заглушки. И очень много вариантов. Обратите внимание, насколько здесь все заморочено. То есть это чтобы правильно выходили выхлопные газы. Изнутри вот так. Какой же у нас есть выбор? Этот двигатель используется в вертолете Mi-2. И так как их там два штуки, то выхлоп сделан так, что можно располагать в разных комбинациях. То есть можно выхлопные патрубки перекидывать как на левую, так и на правую сторону. Но мне хотелось бы сделать симметрично. Вот вертолетная компоновка. Ну а сейчас покажу еще варианты, которые мне более интересны. Потому что ассиметрию я не очень люблю. Предпочитаю симметричность. В общем, есть у меня целых четыре варианта еще. Во-первых, сделать вот так. Вот что получается. Ну и второй вариант. Сделать вот так. Как вы сами понимаете, гораздо круче. Есть еще два варианта. То же самое провернуть только снизу. Я даже не знаю, какой из этих вариантов предпочтительнее. Изначально вот так хотелось бы сделать. Но первый из симметричных вариантов тоже неплох. В любом случае, в любой момент это можно перекинуть. Нижние отверстия я, наверное, заглушу сразу. Они не нужны. Ну а вверху мы поэкспериментируем. Далее мы установим сопловой аппарат. Вот так вот он выглядит, ребята. И он ставится поверх основной турбины. Вот так. То есть что у нас получается? Компрессор качает воздух. Подает сквозь вот эти все отверстия в камеру сгорания. Внутрь камеры сгорания. Туда же подается через центральное отверстие топлива форсункой. Все это дело сгорает. Попадает на лопатки соплового аппарата. Попадает под нужным углом на турбину. Раскручивает ее. А турбина в свою очередь раскручивает компрессор. Который качает воздух, чтобы подавать вот сюда. Вот так этот механизм и работает. Далее там уже свободная турбина. Это все уже служит для отбора мощности на вал. Если бы была реактивная система, то никакого вала бы здесь не было и никаких свободных турбин. Хотя эти турбины могут быть в двухконтурном. Они раскручивают вентилятор для создания большей тяги. Для тех, кто не понял про воздух, воздух выходит с вот этих патрубков компрессора. Сам компрессор вот он. Ну а как он подается именно в камеру сгорания, мы увидим дальше, когда я установлю вот эту деталь. На мой взгляд, этот двигатель один из самых замороченных. Другого такого, чтобы камера сгорания сзади была, я не встречал. Ну возможно есть такие схемы. Хочется даже иной раз самому что-то подобное повторить. Потому что здесь есть некая простота. Камеру сгорания можно одиночную сделать, большого объема. А это несомненные плюсы. В общем так, ребята, собираем дальше. Спешить особо уже некуда. Тепло закончилось. Поэтому будем потихонечку собирать и в любом случае стартанем этот двигатель. Никуда мы не денемся. Все померил, все подходит, можно затягивать. Нужно не забыть поставить прокладки и вот этот уплотняющий элемент. Здесь внутри есть специальные вставки, которые создают должное уплотнение турбины. Они имеют свойство подтачиваться, если турбина прикасается. И тепловой зазор получается минимальный. Так все устроено, что при сборке не ошибешься. Вот такой теперь маленький зазор на турбине. Теперь соберем камеру сгорания. Крайне неудобная вещь, норовит все время упасть. В общем сейчас мы вкидываем сопловой аппарат. Тут нужно смотреть по отверстиям, чтобы они все совпали. В общем крутил-вертел, все совпало. Потом впоследствии увидел, что здесь есть метки. Можно было сразу по ним выставить. Вот они. После того, как я их увидел, естественно стало чуть полегче. Значит сто процентов мы попали. Итак, монтируем R2-D2 на реактивный двигатель. А ну-ка, погнали. Здесь у нас тоже все сходится. Все нормально. Надо сразу закреплять, чтобы не увело. Вот что получается. Разбирал один двигатель получается. То есть выглядел он чуть-чуть по-другому из-за выхлопа. А собираю уже немного другой. Осталось скрутить все, поставить форсунку. Она в принципе рабочая. Что делать с насосом, который будет подавать топливо? Я еще пока что не знаю. Потому что тот, что здесь есть, он должен выдавать 60 атмосфер давления подачи топлива. Ну чтобы вывести на максимум или хотя бы на какие-то более-менее мощностные режимы, нужно много давления, ребята. Тут никак не обойти этот момент. У меня таких насосов нет. Поэтому пока что думаю, что делать. Тот, что родной, он в совсем плохом состоянии. Он должен вот сюда устанавливаться на привод агрегатов и вращаться уже от двигателя. Я же хочу что-то, как всегда, поэкспериментировать. Сделать что-то свое. Но на крайний случай придется подвосстановить этот насос и поставить для стартов, так сказать. Потому что нужно будет выводить на мощность, иначе он не раскрутится. В общем-то у меня на этом все. Кому было интересно, подписывайтесь, ребята, на канал. Поддержите лайком. Скоро я буду делать очень маленький реактивный двигатель. Прям совсем маленький-маленький-маленький. Примерно если показать на этом, он примерно будет вот такой. Так что кому интересна реактивная тема, подписывайтесь на канал. Будет очень много интересного. Всех благодарю за внимание и всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok